Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и на стол настоящего гейм-теста наконец-то попадает смартфон от компании Realme. В моем случае модель GT Master Edition на 778 драконе. Спасибо магазину HECA за то, что прислали данный девайс на тест, а помимо этого они еще отсыпали скидок для вас. Промокод FLICKER10 даст вам скидку в 10 американских баксов, а это почти 800 рублей, при заказе на сумму более 29 долларов. На HECA.com кроме смартфонов есть еще куча других прикольных и крутых вещей. Bluetooth наушники, фитнес-браслеты, часы, планшеты, ноутбуки, игрушки, электросамокаты, дроны, гаджеты для умного дома и дофига другого. Так что народ не откладывайте в долгий ящик и ознакомьтесь с ассортиментом по ссылке в описании. Помимо этого у вас также ждет топ самых продаваемых гаджетов по низкому прайсу. Отдельная ссылочка тоже припаркована внизу. Ну а мы переходим к распаковке. Аппарат пришел вот в такой карабенции. Внутри помимо смарта инструкция почти на всех языках, в том числе и на русском. Прикольный чехол под дизайн самого телефона. Кабель USB Type-C на Type-A. Блок зарядки на 65 ватт, который зарядит смартфон от 0 до 100% за 45 минут. Проверял и офигевал. Ну и скрепка для извлечения сим-лотка. Слота расширения под microSD нет, только две симки. Что лично меня сразу впечатлило, так это его компактность и то, как он лежит в руке. Диагональ дисплея составляет 6,43 дюйма. Тут у нас Super AMOLED и 120, мать его, герц. Модель, попавшая ко мне на тест, имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной. Чего вполне хватит требовательному мобильному геймеру. Я давно хотел глянуть оболочку Realme, которая называется Realme UI. И да, она имеет сходство с ColorOS, но вторая как-то мне больше зашла стандартными иконками, но это на вкус и цвет. Настроить размер и форму иконок здесь также можно, как и у OPPO. Помимо этого, можно еще выбрать анимацию разблокировки пальцем. Тут сканер находится под экраном и достаточно быстро срабатывает. По сборке нареканий нет. Блок камеры не так жестко выпирает, как у современных флагманов. Ну а что касаемо дизайна, он на любителя. Лично мне нравится то, что он не похож на кучу других однотипных андроидов. За это жирный плюс. И тут я хочу показать вам, как смартфон справляется с видео и фото. Как обычно, тест фото днем. И ночью. Звук. Здесь у нас, увы, нет стерео, но динамик звучит громко и хорошо. Через камеру тяжело это будет оценить, но вот небольшой отрывок в сравнении с Poco F2 Pro. У Poco тоже один динамик. Хочу отметить, что это не бюджетное звучание. Ну а сейчас то, что вы ждали. Игровой тест. На момент съемки ролика мне удалось потестить китайский Valorant Hyperfront. Настройки поставил на ультра, кроме частоты кадров. Они были доступны лишь на высоких. И за 15 минут игры никаких тормозов. Все плавно и четко. NetEase давно уже научились в оптимизации, но предполагает, для более продолжительной игры лучше графику снизить, дабы не нагружать сильно чип. Хоть он, прошу заметить, не такой уж и горячий. В отличие от современных флагманов. Genshin Impact, как всегда, жестко нагревает смарт, но вот диких просадок за 30 минут игры не было выявлено. Они появляются позже, спустя час и более, и это нормально в случае с Genshin. Тест проводил на холодную, графику выставил на максималку и игралось комфортно. Кадры в битвах бывало проседали, но не критично. За полчаса игры Realme GT Master Edition разрядился со 100% до 88. И где-то 4 с лишним часа погружения в мир он должен обеспечить. Только вот поиграть эти 4 часа без боли вы не сможете, так как экран будет горячим. Вообще чип Snapdragon 778G достаточно любопытный, так как у него графический ускоритель очень напоминает флагманский 855 дракон, но с меньшей частотой. В 855 GPU установлена Adreno 640 с частотой 585 МГц, а в 778G Adreno 642L и частотой 490 МГц. То есть как бы по цифрам он должен быть чуть мощнее, чем 640-й. Хотя аппарат справляется с множеством игр на ура. Как пример возьмем PUBG New State. Установки графики максимальные, и все же картинка в игре до сих пор выглядит на уровне бетки. Кто не видел мое сравнение королевских битв, добро пожаловать к просмотру. Там я показал, почему все так плохо в сравнении с колдой и обычным PUBG. Графический интерфейс выбрал Vulkan, так как игра пишет, что он самый современный и обеспечит более высокую производительность. Греется смарт не так сильно, как после Genshin. Спустя 30 минут игры он становится теплым, и дискомфорта не возникает в игре. Заряд за полчаса упал с 83% до 72%, что я считаю неплохо. Если же снизить настройки до низких, то нагреваться аппарат будет не так быстро. И в битвах вы сможете провести больше времени без просадки кадров. Да, далее переходим в мою любимую League of Legends Wild Drift. И тут у нас все отлично, а по-другому и не могло быть. Это ведь Riot Games. Максимальные настройки аппарат вывозит, но вот поддержки 90 и 120 FPS нет. Возможно, завезут в будущем. 60 кадров держит стабильно, сильного нагрева нет. Не задерживаемся и переходим в Marvel Future Revolution. Тут Realme поддерживает максимальные установки и справляется с игрой хорошо. Но вот 60 FPS все-таки не ощущается. Может быть, разработчики еще просто не завезли их для этого чипа. В Call of Duty Mobile тоже все с оптимизацией замечательно. Настройки графики на очень высоких. Фреймрейт максимальный. Играется плавно, незначительные фризы присутствуют, но проскальзывают очень редко. Для колды смарт подходит. В PUBG от Tencent ультраграфон не поддерживается, только максимальный. Частота кадров ультра. Катки проходят без тормозов. Тут как бы разрабы уже слона съели на оптимизации. Поэтому все гуд. А вот где все грустно, так это в девятом асфальте. Тут, я полагаю, снова геймлофт отличились. Видимо, о существовании чипа 778G они не знают. Поэтому зачем оптимизировать? К примеру, когда мне на руки попал iPhone 13 Pro Max, большинство разработчиков в кратчайшие сроки выпустили обновы с оптимизацией под устройство. Геймлофтам же понадобилось почти два месяца, чтобы добавить 60 фпс в игру на новых айфонах. Что же касаемо Realme GT Master Edition, то игра тут выглядит четко. Но вот о плавности она вообще не слышала. Тут даже стабильных 30 кадров нет. Все постоянно подтормаживает, подвисает. Короче, это единственное, что меня расстроило. Но виноват тут не смартфон, а разработчики, положившие на оптимизацию. Кто смотрит этот ролик в будущем и имеет данное устройство, отпишите, изменилась ли ситуация в игре. Что по итогу? Realme GT Master Edition хороший компактный игровой девайс, который отлично тянет большинство требовательных игр, кроме нетребовательного асфальта. Да, для любителей этого произведения искусства, сами знаете кого, аппарат я бы не рассматривал до тех пор, пока GL не завезут оптимизацию. А для всего остального, перечисленного в данном тесте, смарт подойдет. Конечно, если вам нужен компактный аппарат для игр, а не лопата. Лично мне, повторюсь, понравилось то, как он лежит в руке и как работает оболочка. Но оппа как-то роднее что ли. Тупо из-за вот этих иконок. А, кстати, NFC тут есть. Разговорный динамик громкий и в плане связи проблем не замечено. Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и на день обычного использования его хватит. А вот если вы будете играть в требовательные игры, то думаю, что 5-6 часов беспрерывного гейминга он вам обеспечит. Цена этой модели 8256 составляет 375 баксов. Это без учета моего промокода FLICKER10. Ссылку на данный смарт вы найдете в описании под видео. И если обзор и игровой тест зашел, подарите ролику свой царский лайк. А на этом у меня все. С вами был FLICKER, мобильный геймер. Всем пока!